И здравствуй, дорогие друзья, с вами снова я, Андрюха Рейтс, добро пожаловать на новое видео по F1 2020. И нас ждёт дождевая квалификация и дождевая гонка, где? В SPA Фрэнкэшамп, просто. Ах, будет классный этап, очень долгий, будет очень он вечный. Ну, по длине ролика вы уже догадываетесь, что это в миллиард раз длиннее прошлых видео, где просто было очень и очень скучно. Ну, а мы переносим, собственно говоря, в квалификацию, где я даже не вышел из первого сегмента. Почему? Потому что я такой самоуверенный поехал в середине сессии, типа, показывать свои круги. Показал круг достаточно хороший даже, ну, первую попытку мы не считаем, которая была на девятнадцатую позицию, мы считаем вторую попытку. Она меня вывела даже на какой-то момент прям где-то вот вперёд, да, где-то там позиции пятые, седьмые, восьмые, вот где-то там. Но получилось так, что трасса всё подсыхала и подсыхала, и да, я такой дурак, не выехал под самый конец, а все взяли и вот, да, улучшили так сильно, что меня прям выбили. Да, гениально я сейчас это всё объяснял, но это правда жизни, которую нам надо тупо принять. Аэродинамика тут, я даже не помню, какая была, но она была не как в прошлых частях, не каких-то, не один-пять, там было что-то в районе 3-6 вроде, если я не ошибаюсь, либо 2-6, что-то в таком духе. Но ладно, давайте опять посмотрим на этот гениальный круг вылегкации, который идёт 2 минуты, просто 2 минуты видео выброшены в мусорку. На самом деле, спа в этой формуле немного изменилась, особенно на строгих срезках. Теперь нельзя, как в реальной жизни, атаковать. Прям спасибо, кодмастерс. То есть, вот в этом повороте на выходе можно достаточно широко атаковать в реальной жизни, так же, как и вот в этом. Там ты просто выезжаешь до практически травы. Но кодмастер же такие, хм, это строгие срезки, надо, чтобы все держались по идее трассы. Верно, верно, а то, что в реальности все трассу вообще не замечают, то, в принципе, ладно, да? Вот так вот они сказали и забили болт на то, чтобы сделать нормальные срезки. И теперь там вообще нельзя атаковать, это прям мега непривычно. Но у нас обычные срезки, именно поэтому это хорошо, наверное. И завершая круг, круг меня вывел на подиск номером 8, да. Я думал, что я пройду дальше, но оказалось, что нет. Из-за этого я, конечно же, взял новую силовую установку, коробку передач, и отправился, собственно говоря, стартовать. На поле у нас стартует Вальтери Боттас, дальше у нас Севасян Фетталь и Шарли Клер. За ними стартует Льюис Кэмбертон, Алекс Албан, Даниэль Риккиардо, Карлос Сайенс, Серхио Перес, Пьер Гаслиэс де Банакон, Антонио Жувинаццо, Даниил Квят, Макс Ферстаппин, Ланда Норрис, Лэнс Ролл, Кевин Магнесон, Кимми Райкин, Роман Грожан, Джордан Кинг и Джордж Рассел, и Николас Латифи, ну и я замыкаю топ-10. У нас также неудачная квалификация была у Норриса и у Ферстаппина, так что я не один такой неудачник. По тактике берем Медиум на старт, чтобы 100% доехать до дождя, потому что, ну, на софте не факт, что дотянем. Ну и, собственно говоря, просто немного дали у топлива, и я отправился, собственно говоря, стартовать. Ничего особенного, и это должно быть интересно. Гассный стартует Гран-при Бельгии, я не один стартую с комплектом Медиум, у нас еще Грожан с него стартует. Пытаюсь влезть на внутреннюю траекторию, куда просто врывается Латифи, я за ним, за ним и Рассел, просто летят крылья, ух, как интересно. Крыло от Рейсинг Пойм застревает у меня в переднем крыле, когда пытаюсь его взбросить, но это никак не получается. И я заметил, что это даже немного влияет на поведение машины. Рассел чуть меня не убил, оттормозившись в красной воде, мне пришлось срезать, и я уже вышел на 17-ю срочку, потом вышел на 16-ю, потому что пытаюсь пройти Лэнса с Тролла. И все-таки поздним торможением, учитывая то, что у него сломанное крыло, я его прошел. Это было очень жестко, очень интересно. Старт был прям мега-мега странный. Ладно, у нас во главе пилотона вели борьбу Феттель с Ботасом, которые тоже стартовали с Медиума, кстати. И позади них на софтах ведут борьбу Шарли Клер и Льюис Хэмилтон. Они едут бок о бок в красную воду, удача им там поместиться хотя бы на андерстире машины. Ну, а Феттель пытается, как в 18-м и 19-м годах, пройти тут Мерседес на первом же Круликсто. И у него это по внешней траектории, поначалу я думала, не получится, но потом это превращается внутренне, он практически поравнялся, но все-таки не смог он дожать Ботаса. А вот Леклер смог, Леклер смог дожать Хэмилтона, но Хэмилтон не сдается ж правильно, это ж у нас Льюис Хэмилтон, он удерживается на внешней траектории, в последний момент залезает в базу к Леклеру, и получается так, что у него из-за этого получается хуже выход, и там уже пытается атаковать Льюиса Албан, кстати, да, Льюиса Албан, здорово. Ладно, но там до контакта дело не дошло. Продолжает свой первый круг, на медиуме было очень сложно поначалу ехать, потому что он прям очень сильно скользил, это было мега непривычно, но передо мной борьба продолжается у многих пилотов, я на 16-й позиции вообще не помещаюсь в повороты, потому что то ли не хватает аэродинамики, то ли чего-то еще не хватает, вообще непонятно, как было управлять этой машиной в этой гонке. Ну, ладно, главное это терпеть до дождя, подожду, надеюсь, будет ехать интересней. Ну, а вот тут вот как раз-таки нельзя на 40-х срезках, как я выехал, выезжать, а в прошлой формуле там просто до Гравия доезжаешь, тебе ничего не сделают. И пытаюсь же на этом же круге атаковать и Норриса, и Латифи впереди. Пытаюсь как-то их пройти сначала по внешней траектории, это у меня получается залезть к Ландо Норрису, и потом по внутренней траектории пытаюсь бок о бок поместиться с Латифи, и у меня это получается. На внешней траектории я разгоняюсь лучше и выхожу уже на 14-ю позицию. Но надо еще доехать к Максу Ферстаппену, чтобы не выпасть из зоны ДРС. Также у нас ходит Кимми Райканген, он на прошлом этапе сошел, он и на этом этапе сходит, так что для Кимми это явно неудача. Он еще так прикольно заехал в зону безопасности, так еще немного подпрыгнул в дрифсе, проехав, прям меня это очень сильно забавляло. Ну и на пятом круге я уже прям позади Макса Ферстаппена, долго я за ним тусил. ЕРС, в принципе, можно было достаточно хорошо экономить в втором секторе. Ну и тут вообще не понял телодвижения от Ферстаппена, когда он сместился в меня. Может и я в него немного сместился, но у него там было дохрена место. Ну, короче, спорный инцидент. Наверное, все-таки виноват там я. Ладно, я, получается, срезал трассу, но от этого только проиграл. На этом же круге я атакую и Акона, потому что он мне открыл тупо внутреннюю траекторию, что просто чем нельзя было не воспользоваться. И я уже вышел на двенадцатую позицию. На шестом круге начинаются у нас спидстопы. И несмотря на то, что скоро у нас дождь, все переходят на карт. Так, я выхожу уже на седьмую позицию. На следующем круге у нас продолжаются еще и пидстопы. Я выхожу уже и на шестую позицию. Кстати, пытался атаковать Данила Квята на этом круге, но ничего не вышло. Как я и говорил, продолжаются пидстопы. Леклер у нас переходит также на хард. И я уже на шестой позиции. А дождь у нас... Я сто процентов от дождя дотяну, потому что этого комплекта круга до шестнадцатого стопрос хватит. Ну и на восьмом круге уже начались первые капли. Начало... Стало ехать достаточно сложно уже. И я решаю заехать за промежутком, потому что один круг по спа это просто вечность. Если на этом круге уже начнется достаточно сильный дождь, то я просто в такой огромный плюс выйду, что прям... Ух, очень сильный плюс это будет. Собственно говоря, достаточно быстрый пидстоп. Я удивился. Две секунды и перешел на промежуток, когда все переходят на слик. Ну и было достаточно... Сложно по началу ехать, потому что резина немного грелась. Но уже со второго сектора я начал догонять Пьера Гасли. И, собственно говоря, за ним я и проехал весь этот круг. Мы в ДМ прошли вроде Герасла, если я не ошибаюсь. Ну и на этом же круге все полетели на пидстопы. Прям гениально я заехал. Все переходят за промежутком. И я, в принципе, ничего не отыграл даже. Я выезжаю на своей же шестой позиции. И продолжаем мы ехать. Так продолжалось достаточно долго. Я даже попытался немного атаковать Дайданила, Тявята. Но это не увенчалось никаким успехом. Поначалу было вообще вот так вот очень сложно ехать. Я даже срезал поворот, потом чуть не убрался. И, подрубив все режимы, хотел атаковать Квята. Кстати, ДРС еще не запретили. Но, опять-таки, ничем хорошим это не кончилось. И мне потом, кстати, обломали ДРС. Да, очень забавно. На пятнадцатом круге у нас ходят Джовинацы. Прямо передо мной. Я поднимаюсь на пятую позицию. Но Махтер Стапин за мной просто его добивает. И из-за этого выезжает машина безопасности. Дождь все это время только усиливался и усиливался. После рестарта я уже понял, что надо было заезжать за дождевым комплектом. Ну и на двадцатом круге начался тот самый адский цилиндропляс. Уже десять секунд до Нилла Хэтта, потому что боты едут просто адски по таким условиям. Я не могу держаться на трассе вообще. Тут у нас илью и слов со сломанным крылом. Или Клер куда-то пытается засунуться. Я обвиняюсь как долбик сраный какой-то вообще, не понимаю зачем. И вообще это было очень сложно. Очень сложно было ехать. Учитывая то, что мне еще приходилось ехать вне траектории. Я поначалу все-таки защитился. И на двадцатом круге уже Льюис Хэмилтон предпринимает еще одну попытку меня атаковать. У них намного лучше разгон. Я пытаюсь хоть как-то удержаться на трассе. А он зачем-то лезет в красную воду боковок. Мы, конечно же, не помещаемся. Из-за этого меня проходит и Леклер. Льюис Хэмилтон проигрывает достаточно много позиций. И уже и Ландо Норрис пытается меня атаковать. Просто что за трэш творится. У меня резина просто в хлам остыла. Уже там почти, можно сказать, я еду на сликах. Потому что задних уже нету. И на двадцатом круге просто происходит полная жесть. Потому что я не понимаю, как ехать уже на этой трассе, на этих сликах. Потому что резина уже под восемьдесят процентов. Я не понимаю, вот вообще, надо было все-таки заезжать за Дождевым. Некоторые пилоты, собственно говоря, за ним и заехали. И они уже позади нашей группы. И учитывая то, что мы тут боролись, я бы спокойно вышел бы в позицию на четвертую в этой гонке. Ну а я продолжаю вести борьбу с Ландо Норрисом. Пытаюсь его не отпустить. С маленькими контактами мы проходим эти повороты бок о бок. Но все-таки я пока что сохраняю свою хотя бы шестую позицию. Леклер уже на десять секунд отъехал. Я в дрифте просто прохожу эти повороты. Не понимаю совсем, как ехать. Шины полностью остыли. Пытаюсь хоть как-то ехать по траектории, чтобы удержаться на трассе. Норрис пытается ссунься вовнутрь, но у него этого не получается. Просто какой-то цилиндропраздник происходит у нас у всех. Я не понимаю, как... Опять-таки, сотый раз посмотрю, что я не понимаю, как ехать в данных условиях на данной резине. И вообще еще по пять секунд с круга сливать к Виату. Ладно. Ландо Норрис пытается опять меня атаковать. Одна десятка между нами. Учитывая то, что у меня достаточно плохие проходы поворотов. Он меня пытается атаковать. Выжимает всю свою обгонную кнопку, в принципе, как и я. Суется куда-то на внешнюю траекторию, задевает траву и улетает в отбойник, разбивая свой болид за два поворота до финиша. Он выбывает. Я не мог не нажать флешбек, чтобы посмотреть этого. Он зацепил, к сожалению, траву и просто на фулл скорости улетел в отбойник. Ох, это просто была гонка. Не знаю, какая свинская, конечно, но очень интересная. Я довожу свою шестую позицию. И вот, учитывая весь этот трэш, за этот ролик я ни разу не помянул, что я перекрасил наш автомобиль. Ливрея новая, также еще и на превьюшке пилот получше. Не как в старом комбезе. Короче, немного обновленный у нас вид болида. Уже третий раз за сезон Ливрея. Разно, да. Ладно. У нас, собственно говоря, очень вечные загрузки. Я просто это очень сильно люблю. У нас идет все так же дождь в боксах. Прям баги такие же остались в прошлой формулы. Я просто удивлен, как я не разбился в этой гонке. Не, ну как бы я разбился, но существует манья флэшбэков. Да, да, да. Ладно. Побеждают у нас Вальтери Босс. Вторым доезжает у нас Себастьян Феттель. Ну, а третьим у нас доезжает Чека Перес. Кстати, новая, походу... Я не помню, было ли это в прошлой формуле, но теперь почему-то некоторые механики стоят в куртках. Может быть, потому что, типа, стало холодно, все дела. Я не помню, было ли это в прошлой формуле. Напишите в комментарии. Но я был прям очень удивлен. Как я и говорил, у нас Вальтери Босс должен сильно отрываться от Льюиса Хэмилтона. Льюис, кстати, за один круг до финиша заехал за дождевыми покрышками и к концу круга нас догнал. Прям очень забавно это было. Но он не набирает очков в этой гонке. А вот Вальтери Босс, он побеждает в этом гран-при. И учитывая то, что после прошлого этапа у них было равенство по очкам, то после этого этапа Ботас будет единоличным лидером с огромнейшим преимуществом. Он еще и лучший круг забрал. Как я и говорил, на подиуме у нас Ботас, Феттель и Перес. Дальше у нас Даниил Квят, Шарль Эклер и Яна Штой Позиции. Альбан Рикьярда, потом у нас Карл Сайнц и Эстебан Акон. В принципе, у многих тактика софт-хард-интермидиат, но у многих тактика особо выигрышная. Это софт с переходом на промежуток. Но все-таки мне кажется, если бы под конец еще под сейфти-каром я бы перешел на комплект дождевых покрышек, то я бы выиграл намного больше. Феттель от меня отрывается в личном зачете, хотя на что я рассчитываю? Ботас у нас 26 очков преимущества имеет над Льюисом Хэмилтоном. Перес у нас проходит достаточно много пилотов, аж целых 2. Ну и Альфа Таури у нас проходит Альфа Ромео в кубе конструкторов. Там у нас у Макларда Альфа Таури и Альфа Ромео достаточно плотная борьба. Ну а с напарником я продолжаю как бы выигрывать соперничество. У меня 10 уровень пилота, у команды уровень 12. Ну и по соперничеству, собственно говоря, с Дэном Риккярдо я его вроде выиграл. Также еще не завершил я 75 кругов за команду. Точнее, мы с Магнусом не завершили, потому что спа Франко Шам. Короче, ладно, прям протараторил я весь этот этап. У нас всего лишь 2 дня до уикенда в Монце. Монце, возможно, выйдет даже завтра. Я не знаю, как масть ляжет. Я вот вообще не понимаю, как я выпускаю видео, в каком графике. Когда могу, тогда и монтирую видео. Вот все такие вот дела. По шасси, опять-таки, у нас она провалилась вроде на прошлом этапе обновления. И его пришлось дозаказывать. И из-за этого я не могу взять уменьшенный износ шин. Просто заказал аэродинамику, чтобы выровнять баланс аэродинамики. Потому что у нас передняя аэродинамика прокачана лучше, чем задняя. А это сразу дисбаланс какой-то. По двигателю, в принципе, мы вторые. И пока что никуда мы больше качаться не будем. Потому что двигателем я полностью доволен. Ну и на этом я, собственно, могу заканчивать. Всем огромное спасибо за просмотр. С вами был Андрюха Рейс. Всем удачи, всем пока.